В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Придется прорабить самому. Глеб Никитин прокомментировал строительство 11-й школы. Я меняю мир. Продолжается конкурс социальных инициатив. Все о Китае. Очередная встреча проекта Библионии прошла в Пушкинке. Далее расскажем обо всем подробно. Губернатор Глеб Никитин посетил с рабочим визитом СОРОВ. Он встретился с активом города, чтобы обсудить роль и место СОРОВ в стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Губернатор отметил особое значение города как для региона, так и для страны в целом. Сообщил, что от СОРОВа получил более 60 инициатив и всех их рассмотрит лично при актуализации стратегии. Похвалил город за достижения последних пяти лет. Это и реализация нацпроектов, развитие социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды. Не обошлось и без ложки дегтя. В частности, Глеб Никитин остался недоволен тем, как движется строительство 11-й школы. Школу построить – это не в космос ракету запустить. И я считал, что СОРОВ с этим разберется. Но, к сожалению, в 2018 году долго не могли отремонтировать 10-ю школу. Сейчас проблемы с 11-й школой. Придется самому прорабить в этом месте, сказал губернатор, отвечая на вопрос СОРОВчанки. По словам главы региона, сложившаяся ситуация не красит город. И нужно учиться избегать подобного. Важно вовремя расторгнуться с недобросовестным подрядчиком. Не ждать долго. Видите, что все пошло не так, и расторгайтесь. И без потери денег и времени начинайте работать с другим, посоветовал Глеб Никитин. Я благодарен всем участникам этой стратегической сессии. По всем отзывам она прошла очень продуктивно. И действительно много очень полезных вещей, которые и в стратегию будут положены, и вне стратегии будут взяты в реализацию. А так, более 60 инициатив было получено от граждан СОРОВа. И уверяю вас, что мнение жителей всегда было и остается для нас приоритетом. И, по крайней мере, точно совершенно я со всеми этими инициативами сам лично ознакомлюсь. На самом деле уже ознакомился. Изменить мир по силам каждому. Можно начать с малого. Сорцировать мусор, посадить дерево, организовать сбор помощи для нуждающихся. Для тех, кто не остается равнодушным, фонд «Наше будущее» проводит конкурс «Я меняю мир». Принять в нем участие могут все желающие старше 14 лет. Подробности далее. Конкурс «Я меняю мир» проводится шестой год. Участники акции на протяжении лета рассказывают в социальных сетях о своих делах и проектах. Которые помогают изменить мир. Этим они мотивируют горожан быть более социально активными и неравнодушными к проблемам общества. Организатор конкурса «Фонд «Наше будущее». Фонд «Наше будущее» надо про него сказать. Он действует с 2007 года. Этот фонд его учредил президент, руководитель «Лукойл», фонд частный. И основным лейтмотивом деятельности этого фонда является как раз развитие социального предпринимательства. Во многом благодаря усилиям фонда в 2019 году этот статус официально подтвержден. И теперь мы понимаем, кто же действительно такие социальные предприниматели. Это те, кто по сути меняет наш мир, несут благо в общество. Менять мир к лучшему можно по-разному. Например, сортировать мусор, быть волонтером, помогать детским домам, сажать деревья и так далее. Принять участие в конкурсе может любой желающий от 14 лет. «В конкурсе две номинации для молодых людей от 14 до 21 года. Не обязательно быть зарегистрированным. Можно просто быть хорошим человеком, делать какое-то благо для общества, для города, для своей территории. Вторая категория – это как раз социальные предприятия, некоммерческие организации. Здесь возраст участника от 21 года, предела никакого нет». По итогам конкурса будут выбраны 13 победителей. Они получат призы, а также смогут посетить вместе с фондом «Наше будущее» проект действующего социального предпринимателя. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать пост у себя на странице в соцсетях с видеоисторией или текст с фотографией. Рассказать, как вы меняете мир и помогаете обществу. В посте обязательно нужно поставить хэштег «Я меняю мир». Конкурс продлится до 4 сентября. Рыбак на Мокше. Фестиваль по рыбной ловле пройдет 19 августа. В программе – соревнования рыболов, концерт творческих коллективов, кулинарная кухня и фотозоны. Место проведения – база отдыха, беседки у Мокши. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 сентября изменятся требования к техобслуживанию газового оборудования. Техобслуживание мест общего пользования и внутриквартирного газового оборудования в одном доме будет осуществлять одна специализированная газораспределительная организация. В зоне ответственности которой будут находиться газовые сети многоквартирного дома. Нововведения призваны повысить безопасность эксплуатации оборудования, а также обеспечить своевременное проведение технического обслуживания и ремонта всех его составных частей. Договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования, заключенные до 1 сентября 2023 года, будут действовать до 1 января 2024 года. Парк имени Зернова приглашает на юбилейный марафон. В пятницу 25 августа в 18.00 на танцевальной площадке начнется концерт студии «Грация». После него покажут фильмы 10-го фестиваля уличного кино. 26 августа там же с 11 часов будет праздник «Дары осени». С 18 часов ретро-танцплощадка, с 20.00 – ночь кино. На набережной парка с 7 вечера ждут на дискотеку 90-х и 2000-х. Насыщенная программа запланирована и на 27 августа. Мероприятия в парке начнутся в 14.00. Шоу мыльных пузырей, азотное криошоу, фестиваль красок и огненное шоу. А с двух дня на набережной стартует пятая гастрономическая ярмарка «Вкуснофест». С начала года поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» принял почти 3,5 тысячи заявок на поиск детей со всей России. Из них 3109 найдено живыми, 95 погибшими. До сих пор не найдены 24 ребенка. В Сарове ситуация относительно спокойная. За тот же период поисково-спасательный отряд «Рысь» несколько раз поступала информация о пропавших детях. Но, к счастью, находились они еще до приема официальных заявок. Как не допустить пропажи ребенка и как действовать, если это все-таки произошло, расскажем в нашем репортаже. Всего пары минут достаточно, чтобы ребенок пропал из виду. Он может увлечься другом, игрой, заметив в парке зверушку или птичку, уйти за ней. Буквально через 100-200 метров он может ничего не слышать и не понимать, где находится. У специалистов существует несколько категорий для поиска. Первая – дети до 10-12 лет, у которых основная деятельность – игра. Такие могут потеряться на прогулке, уйти со двора, либо стать жертвами похищения. Другая категория – подростки. Здесь причиной ухода может быть какой-то конфликт с родителями, либо со сверстниками. Дети в этом случае не теряются. Они понимают, где они. Они обиделись, ушли, они гуляют, они остывают, проветриваются. Но для своих родителей они считаются уже пропавшими. Родители не могут до них дозвониться и не знают, где они. В возрасте 16-17 лет причиной пропажи могут быть конфликты и зависимости. С разными категориями поисковики работают по определенной схеме. Но не устают напоминать, что важно проводить профилактические беседы со своим чадом, как только ребенок начинает разговаривать и что-то осознавать. Что ребенок должен знать? Ну, касаемо самых маленьких, да, когда только учатся разговаривать. Соответственно, они должны знать свое имя, имена своих родителей и, желательно, адрес. Когда ребенок становится чуть постарше, то есть уже подготовительная группа, старшая группа, первый класс, естественно, они уже должны знать телефоны, номера телефонов, ну, хотя бы один. Также нужно объяснить ребенку последовательность действий, если вдруг потерялся. В первую очередь нужно осмотреться на месте. Возможно, родители где-то за углом. Далее можно окликнуть взрослого. Если это не срабатывает, если ему не отзываются, ему обязательно оставаться дальше на месте. То есть он стоит на месте, если есть прохожие, уже можно к прохожим обратиться за помощью. Среди прохожих лучше выбирать людей с детьми, так же, да, либо уже сотрудников каких-то служб, то есть люди в форме. Родители, в свою очередь, должны как можно скорее заявить о пропаже ребенка. Подавайте заявление в полицию и после этого заявку поисковикам. Не нужно пугаться ложного обращения. Если ребенок вскоре найдется самостоятельно, семье грозит лишь профилактическая беседа. А промедление в подаче заявления может стоить вашему чаду жизни. Чем интересны отдельные иконы? Какие школы иконописи существуют? На что обращать внимание, рассматривая лики? На эти вопросы можно получить ответы на экскурсии в галерее «Русская икона». Туда приглашается ровчан библиотека Маяковского. Подробности далее. В коллекции галереи «Русская икона» примерно 150 изображений Божьей Матери. Многие сюжеты и названия богородичных икон повторяются. Украшение икон Богородицы пользовалось особой популярностью в XIX веке. На их обрамление выделяли большое количество самоцветов и драгоценных металлов. Икону «Богоматерь Казанская-Вышинская» последней трети XIX века выполнили мастера Тамбовского Вышинского монастыря. В окладе использовали различные материалы – бархат, лен, парчу, пайетки, бисер, стекло и серебро. Золотые оклады изготавливались не только для вновь сделанных икон, но и для старинных. Металлические резы, безусловно, продляли иконам жизнь. Оклады заказывали для того, чтобы отблагодарить икону за чудо, которое она совершила, исцеление, исполнение желаемого. Об этом и многом другом рассказывают сотрудники библиотеки Маяковского на экскурсии в галерее «Русская икона». В экспозиции более 450 икон разных времен, стилей и школ, по которым можно проследить развитие русской иконописи. Самый древний экспонат галереи датируется XVI веком. Здесь же представлены иконы работы мастеров оружейной палаты Московского Кремля XVII века. Сюжеты «Преображение» и «Воскресение», «Сошествие в ад». Во всем этом многообразии трудно сориентироваться самостоятельно. На групповых экскурсиях владелец галереи Владимир Пухов рассказывает о канонах создания икон, видах изображений, процессе реставрации. А сотрудники отдела редкого фонда библиотеки Маяковского продолжают рассказ об особенностях экспонатов. На выставке представлен ряд икон с изображением Серафима Саровского. В частности, есть икона, надпись на обороте, которая свидетельствует о том, что она была освящена 19 июля 1903 года на мощах преподобного отца Серафима Саровского во время канонизации. Саровская галерея «Русская икона» сотрудничает с известными и солидными музеями России. Сотрудники музея Андрея Рублева уже неоднократно бывали в Сарове, изучали экспонаты галереи, делали на них атрибуцию. Галерея «Русская икона» находится по адресу улица Димитрова, 6, строение 2. Экскурсию организуют от пяти человек. Запись по телефону 7-94-94. Вход свободный, без возрастных ограничений. Одна из самых крупных стран по численности населения во всем мире. Родина бумаги и книгопечатания пороха и компаса, шелка, фарфора и многих других полезных изобретений и открытий, которые прочно вошли в нашу жизнь. Все это о Китае. Удивительные факты о быте, культуре и традициях Поднебесной узнали юные читатели детской библиотеки имени Пушкина в рамках очередной встречи проекта «Библионии». Как выращивают рис? Как с помощью иероглифов изобразить лес? Чем отличаются русские постройки от архитектуры Поднебесной? Ответы на эти вопросы узнали читатели библиотеки имени Пушкина в рамках летнего проекта «Библионии». На встрече сотрудники рассказали ребятам о том, где расположен Китай и познакомились с его культурой и традициями. Мы решили поговорить о Китае, как говорится, с Азов. Дело в том, что сейчас такое время, что все мы носим вещи, которые пришли к нам из Китая. Мы пользуемся гаджетами, которые произведены, сделаны в Китае. Но разговаривая с ребятами, мы понимаем, что очень мало наши дети знают об этой стране. Даже порой с трудом ориентируются, где именно находится Китай. Встреча тесно связана с проектом «Мой великий шелковый путь». На протяжении всего года в библиотеке проходят выставки и мастер-классы. В этот раз небольшую лекцию по изучению иероглифов для ребят провела магистра китайской живописи и каллиграфии преподаватель Евгения Кастерина. Юные читатели исполняли танец с веером, репетировали приветствия и соревновались в умении управлять китайскими палочками. Очень интересно было сегодня посидеть это мероприятие, потому что много нового для себя узнала. Сколько, к примеру, людей точно живет в Китае, какие традиции, как они здороваются, язык. Такие интересные факты можно встретить только в библиотеке. В ближайшую среду сотрудники детской библиотеки имени Пушкина приглашают всех желающих окунуться в мир льдов, северных оленей и белых медведей. Читателям расскажут научно-познавательную историю и добро пожаловать в Арктику. Информацию о событии можно найти в группе библиотеки ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...